Как известно, творчество объединяет, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот эти занятия, и больше знаний, они меня развивают, чтобы повышать свой уровень интеллекта. Какие сложности? Какие сложности? Практически никаких нет. Но только в движении, что надо придумывать. Данил занимается в инклюзивном театре «За горизонтом» уже пять лет. Начинал тяжело и волновался перед каждым выходом на сцену. Сейчас стал намного свободнее и раскрепощеннее. В постановке «Еду по России» по мотивам произведения Гоголя «Мертвые души» играет Манилова. Этот спектакль принес актерам театра призовые места в Красноярске и Горном Алтае. Но самое значимое достижение – победа во вторых детских инклюзивных играх, которые собрали больше двух с половиной тысяч участников по всей России. Награды на днях руководители вручили артистам театра. Было сложно, но увлекательно. Очень такой интересный творческий процесс, в который ребятишки включены, они соавторы. Мы всегда идем от детей. У нас есть эксперт, главный герой, который исполняет роль Чичикова, который сам познакомился с произведением, уже ребятишкам доносил это. Потому что ребятам освоить произведение, прочитать Гоголя – это, конечно, сложно. Театр появился шесть лет назад, когда руководство благотворительного фонда «Крылья Ангела» предложило поставить спектакль, вспоминает Татьяна. Первые постановки на интуитивном уровне, дальше – проще. Формы и методы работы особые, ведь каждому актеру нужен свой подход. Это круг друзей, единомышленников. Они говорят на общие темы, у них свой собственный язык, которые понимают какие-то шутки, которые понимают только они. Они с нетерпением ждут этих репетиций. Конечно, это развивает память, мышление, креативность. Сегодня в труппе 15 человек разных возрастов – от 11 до 35 лет. У театра есть свои трудности. К примеру, сложно найти площадку для выступлений артистов с ОВЗ. Ни одна из них не оборудована специальным подъемом для колясочников. Но испытания дружный коллектив не пугают. Его участники говорят о том, что их ведет искусство, вера и желание развиваться. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.